А что там звёзды о 2023-м говорят? Астрологический прогноз мы для вас приготовили. Светлана Клепча лучше всех это, наверное, сделает. Астролог, добрый вечер. Здравствуйте, Давид. Но прежде чем мы начнём рассказывать картину, что нам предстоит после 31 декабря, я бы хотел вспомнить некоторые моменты, которые вы нам рассказывали в конце 2021-го про год текущий. И вот что из этого действительно сошлось, скажем так. Где звёзды сошлись? Вы сказали тогда, что 2022-й год будет похож на 2021-й. В целом, если мы берём ковид, он у нас был в начале 2022-го года. Да, вообще ковид с нами надолго. Ковид с нами есть, да. И, соответственно, здесь точно попали. Что будет глобальные изменения в профессиональной деятельности, в экономике, в сфере развлечений? Да, СМИ. То, что будет закрытие СМИ, тоже это всё. Да, и это у нас, собственно, случилось. Новые возможности. Все люди будут стремиться к миру и стабильности. Да. Мира и стабильности, к сожалению, в 2022-м не случилось. Но стремление людей, я думаю, к этому... Да, это действительно, да, потому что у нас есть такое понятие, как вот затмение, да, в какую они знак попадают. Тем и тем мы живём. Эти затмения, они ещё чуть-чуть продолжаются. Мы под влиянием их живём. Это затмение в теле, в тельце. А телец – это всё сельскохозяйственная продукция, зерно, урожай. И в этом году люди больше стали садить, да, это финансы наши. И противоположный знак – это скорпион, это топливно-энергетический кризис. Ну, в своих вот прогнозах, в частных, я писала, это можно посмотреть, что это... Ещё пока это продолжается. Что ж, в 2023 году, в декабре, я думаю, мы также с вами в эфире встретимся и обсудим то, что вы нам сказали сегодня. Хорошо. Начинай. Давайте. Значит, самые главные события начнутся уже с весны 2023 года. Да, сейчас мы ещё по старым программам немножко доживаем. Три важных планеты меняют знак. Чем вот отличался предыдущие два с половиной года, да, это Сатурн и Водолеи. Это ограничение различных прав и свобод. СМИ, локдауны, перелёты – это всё тема Водолея. Уходит это сейчас, да. Сатурн переходит в знак рыб. Здесь слабый Сатурн. Сатурн – это планета закона, порядка и ограничений, да. Рыбы – это послабление ограничений будет, это отсутствие законов, это размытие законов, это знак завершения, будут какие-то законы не работать, люди законы будут обходить. Не говорим ли мы о какой-то анархии? Да, да, это оно. Сатурн – это опоры. Рыбы – отсутствие опоры. Люди начнут искать, на что опереться, да, это вера, что больше всего советуют, да, по-другому никак. Кто-то в алкоголь пустится, кто-то в психологию, кто-то в эзотерику, да, аккуратно, со всякими магами, со всеми этими вещами, очень аккуратно. Эти годы, знаете, на что будут похожи, если посмотреть лет на 30-60 лет назад, это середина 90-х, середина 60-х годов. Если мне 60-е понравились, это первый выход человека в космос, да, вот в открытое пространство, это тоже рыба, океан космический, то середина 90-х мне очень не понравилась, потому что это алкоголь, это наркомания, да, постарайтесь от этого избегать. И, конечно, будут различные реформы, особенно в здравоохранении, потому что рыба – это здравоохранение, потом могут быть ограничения тоже какие-то на алкоголь, табачная продукция, парфюмерия, может быть, да, тоже нужно смотреть, что там будет. И лекарства, конечно, может быть дефицит лекарств, запаситесь, потому что Сатурн в этом знаке будет 2,5 года. Не всё гладко будет в строительстве, какие-то фермы будут разваливаться, для эмиграции это неудачный период, потому что рыбы – это эмиграция, далеко, да, Сатурн – это сложно приспособиться. Классически считается, что в какой-то степени это период хаоса и ослабления власти. Я сейчас говорю об обоих обстановке в мире, чтобы, ну вот, и на какие знаки, в первую очередь, будут влиять Сатурн? Рыбы, близнецы, девы, стрельцы. Это сложности в работе, в личной жизни. Придётся подтянуть пояса, помнить, что это временный период, проверка на прочность, важно много работать и беречь здоровье. А как это сделать? Много работать и беречь здоровье? Много работать, да, ну, не впадать в депрессии. Придётся, если человек не работает, он болеет на Сатурне. Просто надо запомнить. Далее, вторая планета меняет свой знак, это Плутон. Почти на 20 лет он входит в знак Водолея. Такой ситуации мы ещё не знали, потому что предыдущий период, это лет 250 назад. Пока он входит в этот знак на три месяца, это конец, на два с половиной. Конец марта, середина июня. Потом снова вернётся в Козерог. Но нам нужно ухватить сейчас эти общие тенденции. Ведь именно вот это будет обуславливать наше будущее на 20 минимум лет, да, а максимум на пару столетий. То есть это на длительный период. Это смена настроения общества в целом. Новые профессии, какие-то научные открытия дадут большой прогрессивный толчок. Я скажу больше. Будут меняться структуры государственного устройства от вертикали до от жёсткой. Будет уходить, ну, будет много различных обществ. Общественный настрой поменяется. Будет много общественных объединений. Повлияет Плутон Водолей на людей, имеющих важные точки в некоторых знаках. К примеру, воздушным близнецам и весам это даст большой толчок для развития в ближайшие годы. Тельцам, львам, скорпионам, водолеям тоже, но очень с большим напряжением. Потому что эти знаки не любят меняться. Они хотят, чтобы всё осталось, как есть. Этого делать не нужно. Нужно идти в перемены. Огненным овным стрельцам Плутон даст возможности. Самое главное, что изменения, конечно, произойдут в сознании. Нас много лет учились, что все мы такие уникальные, индивидуальные. Сейчас тенденции будут идти в пользу коллектива. Такой переформатированный социализм. Но осознаем мы это не сразу, а лет через 20, наверное. Как в СССР больше? Ну, в СССР не будет, но коллективное сознание будет, конечно, влиять очень сильно. Не будет такого, что вот я один, и все вы идите нафиг. Не будет такого. Еще одна планета меняет знак Юпитера. Это наша социальная жизнь, где нас ждет успех. Юпитер в апреле заходит в Тельца. Это основные энергии Тельца. Это мир, покой, стабильность, изобилие урожа. Небольшое выравнивание на фоне вот этой общей нестабильности. Но я бы сильно на него не ставила, потому что Плутон все-таки сильнее. И, конечно, земным знаком здесь будет такая большая поддержка до конца года. Особенно Тельцам, потому что самый многострадальный знак все-таки оказался за эти два с половиной года – это Телец. Далее. В июле 23-го года, на полтора года, кармически, не пугаемся этого слова, кармически узлы меняют знак на Овин-Весы. Это ось отношений. Северный узел – это наш путь, это вектор направления, это Овин, это индивидуализм, это активность большая. И, конечно, будет страдать противоположная сфера, сфера отношений. Какие-то договоренности будут разрушаться, партнерские отношения. Помните, если будет в ваших отношениях превалировать эгоизм, тогда отношения развалятся. Ну и последнее. Что можно отметить в общем прогнозе? Это ретроградность Венеры. Запоминаем дату. С 23 июля по 4 сентября. Тема Венеры – взаимоотношения финансы. На этот период не стоит планировать свадьбу. Вот запомните, не надо эти свадьбы, потом развалятся эти браки. Также не нужно вкладывать деньги, давать в долг, делать дорогостоящие покупки. А вот провести работу над ошибками стоит, потому что будут возвращаться бывшие партнеры в этот период. Возможно, ненадолго. Вообще, 2023 год он какой? То есть можно ли уже делать какие-то, как вы, прогнозы? Или стоит приспосабливаться как-то по ходу? Конечно, по ходу. Потому что, смотрите, Плутон, вот мы на него будем делать аспект. Плутон – это планета глобальных преобразований, массовых, это по всему миру. Водолей – это что? Это свобода, революции, шоки. То есть нам, конечно, придется очень быстро приспосабливаться. И на фоне ослабления законов и власти, я сейчас даже не про нашу страну, я в общем говорю. То есть резкие перемены на фоне ослабления власти. Ну и будут, конечно, финансовые реформы тоже. Вы знаете, вот предыдущие два, да даже, можно сказать, три года, они были тяжелыми. И так хочется войти в этот 23-й. Нет, еще нет. Каким знаком сложнее всего придется? Рыба. Спасибо. Пожалуйста. Почему? Потому что Сатурн заходит в знак рыб. Сатурн – это планета, она такая, кармического воздаяния, трудности, работы, ограничения, да, и работы, трудной работы, одиночества. Помимо работы, одиночества. Одиночества, да. Придется просто собрать всю волю в кулак. Знаете, рыбам иногда полезен Сатурн, потому что рыба – знак мечтательный, да, знак такой мечтательный. А Сатурн – планета отрезвляющая. Вот, вы знаете, после этих слов так хочется всех своих друзей собрать вместе. И выпить. И отдохнуть подольше, чтобы не сбылось вот это, чтобы много работы. А вы какого числа вы родились? 23 февраля. Да. Делайте так. В этом году, в следующем году отдохнете. Что ж, спасибо большое. Вы пионер, вы пионер в этом году. Гонца не бейте. Я, ну, честно говоря, и планировал побольше работать еще. Правильно. Да, ну, спасибо за прогноз, не столь позитивный для меня. Но надеюсь, что каждый найдет что-то позитивное в 2023 году. Все-таки, ну, у меня, например, настрой всегда позитивный, чтобы не случалось. Благодарю. Светлана Клепча, астролог, была у нас в гостях и рассказала подробный прогноз. Заходите в ее соцсети, и там, собственно, можете подробнее ознакомиться с прогнозами на 2023 год. Ну, а мы продолжаем давать подсказки, как интересно провести новогодние каникулы. Собрали инструкцию, что делать в Бобром лагу. Нет, не только кататься на лыжах. Смотрим.